Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 2 июля. Вот как-то очень быстро-быстро прошло время. Вот уже июль. У нас июль считается последним летним месяцем, потому что август почти всегда дождливая, сырая погода. И уже в июле мы задумываемся о заболеваниях, именно о фитофторе. Вот я продолжаю рассказывать, освещать со всех сторон фитофтору. И сегодня очень важная тема – это фунгициды именно на химической основе, не те, которые биопрепараты. Про биопрепараты я уже говорила, что они не токсичны, их можно прямо через неделю обрабатывать, сколько хотите обрабатывайте. Но если у вас зона риска, если у вас вспышка фитофтора, если уже началась болезнь, то они мало чем помогут, то нужно обязательно применять, чтобы остановить ее, чтобы вот эти все грибки сжечь, нужно срочно применять фунгициды химического производства. И тут у нас в первую очередь стоит бордосская смесь. Почему в первую очередь? Потому что очень распространенная, очень старая, традиционная. Еще когда-то, много-много лет назад, француз Бордо ее применил на своих виноградниках. И она с тех пор, у нас в советский период, все знали ее, эту бордосскую смесь, бордосскую жидкость. И сейчас я расскажу о ней новичкам, тем, кто ни разу не пользовался. Расскажу все плюсы и все минусы. Я вот набрала примерно по 5, 5 плюсов и 5 минусов. И все это послушав, вы посмотрите, подойдет ли вам это средство, будете ли вы применять его или нет. Сразу скажу, что, наверное, нет ни одного фунгицида, у которого не было бы недостатков. Все фунгициды имеют недостатки. И вот бордосская смесь, хотя она применяется очень давно, она свои недостатки имеет. Я начну с недостатков, а потом дойдем до плюсов. Вот из недостатков, конечно, на самом первом месте, это ее токсичность. Как все медь содержащие, вы все знаете, что медь все-таки это такое вещество. Оно для человека считается ядом. Оно имеет свойство накапливаться у нас в грунте. При обработке тоже нужно предохраняться, нужно респираторы одевать, чтобы дыхательные пути не помогало. Короче, это не то, как биопрепарат, мягкие, безвредные. Оно имеет срок ожидания. То есть, обработав сегодня томаты, вы уже завтра не сможете их кушать. Перед обработкой надо спелые, бурые плоды все снимать. Это вот одно из самых главных недостатков. Это токсичность. Ну, это же токсичность, там помогает очень быстро приглушить вот эти вот споры грибковые, прижечь. Оно, короче, это является и плюсом, и минусом, но вот как недостаток это токсичность. Потом, второй недостаток, я считаю, это сложность в приготовлении. Если какой-то другой фунгицид мы можем взять в готовом виде, развел водой и все, то здесь нам нужно готовить самим. Вот она идет, например, в такой пачке. Тут есть медный купорос и есть гашеная известь. Нужно отдельно вот разводить то и другое, потом соединять и все это. Ну, это тот, кто им работает, раза два приготовите, это на самом деле все просто. Ничего сложного там нет, но готовить все-таки нужно самому. Это считается недостатком, многие боятся этого, но боятся неправильно приготовить. Третий недостаток, это то, что это препарат контактного действия. Я уже рассказывала, что контактное действие, это значит, вот где вы листик обрызгали, там он и работает. Если снизу не обрызгали, значит он не работает. Бордовская смесь, она внутрь листа не проникает. Это не препарат системного действия, который можно обрызгать один раз, оно туда внутрь залезет в растение и там, ну, как предохраняет. Нет. Тщательно, если обработаете, будет работать на 100%. Если небрежно вот так побрызгаете, половина листов будет необработана, то на необработанных листиках может начаться фитофтора. Вот это тоже сложность, потому что именно нужно обрызгивать все, и стебельки, и нижнюю сторону листа, и верхнюю сторону листа. Вот это голубое обрызгивание. Но зато плюс в этом голубом цвете, что вы видите, вы видите, где вот эта голубизна осталась, значит обработана. Если лист не голубой, значит вы на него еще не брызнули. И именно вот это окрашивание помогает нам видеть эффективность нашей работы. Так, это третье было. Потом четвертое. Конечно, тоже очень большой минус. Совмещать ни с чем нельзя. Вот если бордоской обрабатываете туда уже ни от насекомых, ни от чего добавлять нельзя, она индивидуалка, вот эта вот бордоская смесь, только ей. Ну и пятое, это вроде недостаток, вроде я не считаю сильно недостатком. Его нужно тщательно фильтровать после приготовления, потому что если вы плохо профильтруете, может забиться вот этот вот, ну это распылитель-то, который попадают частички вот этой вот извести. И нужно фильтровать очень-очень тщательно. И все. И вот поэтому, потому что нужно фильтровать, потому что нужно самим разводить. Вот новички боятся, вроде как, подступиться к этой бордоской смеси. Хотя это очень хорошая защита. И тут же мы не только про томаты мы говорим, мы говорим и про яблони, и про груши. Вот это весеннее опрыскивание делает каждый опытный огородник со стажем, для того, чтобы не было порши, не было какой-то вот на крыжовнике, на яблонях, на грушах. Но новички больше всего предпочитают, конечно, более современные. Если говорить про аналоги, то если вы боитесь браться за бордосскую смесь, за приготовление, почти такой же хом, хлорок из меди, он уже готовый в порошке, вот он, вот такой. И вы просто разводите в воду и опрыскиваете. Еще более продвинутые полихом, оксихом, это те уже, которые системного вида, системного действия, про которые я говорила, что они пролазят прям внутрь растения, и уже ни дождем не смываются, ничем. Но, да, они более эффективные, чем бордосская смесь, но бордосская смесь имеет свои преимущества, свои плюсы, и они тоже очень ощутимые. Вот самым главным плюсом бордосской смеси, я считаю то, что ее нельзя подделать. Сейчас вот это поветрие такое, что все препараты подделывают, и инсектициды, и фунгициды. Купишь препарат, я в последний раз брала вот этот привикур, и я не знаю, то ли он на самом деле, отдашь за него полтысячи, то ли он натуральный, или это уже искусственно сделанная подделка. А бордосская смесь, тем она и хороша, что ее никак не подделаешь. Вот берем пакетик, видно, что это медный купорос, голубые кристаллы. Второй пакетик возьмем, видно, что это гашеная известь. Ничего здесь подделать невозможно, и когда мы сами вот это все приготовим, мы будем знать на 100%, что это именно действенное, что оно поможет нашим томатам, что оно действительно предохранит в течение месяца нас от фитофторы. Так, потом. Но еще один плюс, это то, что это средство, оно универсальное, как я уже сказала. Мы же его не только на томатах применяем, мы можем применить на огурцах. Вот это весеннее опрыскивание, если вы научитесь делать, но весной 3% делаем, более такую концентрированную, до распускания почек. От всех болячек на грушах, на яблонях, вот тут я уже говорила, применяют и на сливе, и на крыжовнике, и на винограде. Можно обрабатывать весной весь огород. Вот эта универсальность, это тоже хороший большой плюс. Так, ну и, конечно, про то, что если, например, вы увидели свое заболевание, вот прям в зачатке, если вы сразу обработаете, это средство моментально будет работать. Вот только вы опрыснули, прям 5-10 минут, оно как только на лист попало, все, в этом месте вы уже имеете гарантию, что тут уже заболевания не будет. Если снизу, сверху опрыскиваете, все она прижгет, вот то, что там было, споры грибов она прижгет, новые там не будут образовываться. И в течение, ну написано, производитель пишет в течение месяца, но вы понимаете, что это зависит от погодных условий. Если будет много-много дождей, оно, конечно, смывается. Так, как я говорила, что оно контактного действия, там, где вы видите, что голубизны уже нет, что все посмывалось. Ну, значит, смылось. Но 2 недели, это гарантированно, точно бордоская смесь работает. Так. И вот одним из плюсов, как раз это является длительная защита. Если вы обработаете бордоской смесью, и не будет дождика, вы можете месяц спокойно быть за свои листья, за свои томаты, на тех местах, где вы видите голубое, вот это вот вещество, целый месяц заболевания точно не будет. Там никакая спора не прицепится, фитопторная, ничего. И еще одним из плюсов называют, ну, нам в данный момент это не важно, но дело в том, что все равно одним из плюсов это является вот эта универсальность, что можно обрабатывать все-все-все-все-все. Но самое главное, что вы должны знать, если вы будете применять бордоскую смесь, надо обязательно готовить только по инструкции. Причем, причем приготовить можно или из готовой пачки, вот где дается 100 грамм извести, например, и 100 грамм медного купороса, вот это на 10-литровое ведро будет 1% раствор бордоской смеси для обработки вот всего этого. Как всегда, или рано утром, или поздно вечером, берете и все сплошной опрыскиваете. Можете приготовить сами, купить отдельно медный купорос и купить отдельно гашеную известь. Вот я купила для профилактики вершинки вот эту вот гашеную известь. Известь пушонка во всех садовых магазинах продается. Также мера на меру делаете. Если на 10-литров, то 100 грамм. Если 2 ведра, то 200 грамм. Считаем процент всегда по медному купоросу. Однопроцентный, это 100 грамм купороса на 10 литров. А если 3% весной, то 300 грамм на 10 литров. Это вот для весеннего опрыскивания. Летом такую большую концентрацию мы не используем. Так. Все два способа. Как готовить, я буду отдельно видео снимать, потому что иначе видео будет очень-очень длинное, во-первых. А во-вторых, мне его некуда будет девать, потому что приготовленный раствор используем только свежеприготовленным. Вот в течение дня. На следующий день это будет просто бесполезная голубая водичка. Ничего вы не получите. Только свежеприготовленным. У меня есть видео прошлого года, как я готовила, может, там посмотреть. Буду новое делать, возможно, скоро. Потому что, смотрите, вот эта вот бордоская смесь, если некоторые думают, что только томаты, нет, она очень хорошо не в цветах. Я уже говорила. Вот у меня лилии, когда начинают болеть, несколько лет не рассадишь кучерявость лилий. Поливаю прям пристойный круг. Или если томат заболеет, вот видно, что что-то с ним не то. Один, например, со всего, со всего. Тогда я не обрабатываю, я просто поливаю ему пристойный круг. И это очень часто помогает. Почву бордосской смесью тоже многие люди поливают. Это очень часто помогает. От корневых вот этих гнилей. Оно от многих болезней. Ну все. Я основные свойства рассказала. Рассказала, что... А, ну еще, конечно, плюс то, что оно недорогое. Оно недорогое. Вы вот это вот сейчас ведро если наведете, вот, например, такого ведра не хватит вот на эту сотку, чтобы обработать все-все-все-все-все томаты. И стоит она рублей, наверное, 60 или 70. Я даже не помню, в прошлом году покупала. Конечно, если более современные брать, они выйдут намного дороже. Их нужно больше. Ну и самое главное, что оно опробовано годами, десятилетиями. Я помню, что и моя мама так делала. Не знаю, бабушка делала или нет. Они просто медным купоросом опрыскивали. Дело в том, что мы знаем, что от него ожидать. Мы знаем, что оно может сжечь листья. Не надо превышать концентрацию. Нужно делать только по инструкции. Обязательно не на солнце. Медный купорос, он очень коварен. Он может сжечь листья. Если вы будете инструкцию не нарушать, правила подкормок не нарушать, часто не надо делать, три раза за сезон, будет все прекрасно. И томаты ваши будут без болезни. И ничего не сожжете. И доза эта будет допустимая. И для растений, и для нас. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Вот это еще раз о фитофторе, о бордосской смеси. Вот такая она наша, как бы сказать, самое-самое распространенное средство. Всем известное, проверено. Пожалуйста, пользуйтесь. Если у вас есть угроза фитофторы, обрабатывайте. У нас опять соседи траву косят. Ну, я надеюсь, они не помешали нам. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова